Пока кабинет министров находится в отставке, то есть исполнительная власть не работает, некоторые решили воспользоваться этой ситуацией. Причем их же соратники. В Одессе городская власть предприняла попытку переформатировать городскую поликлинику номер 5, а по факту просто ее уничтожить. Врачей разогнать, а здание в центре города продать. Посреди рабочего дня всех медработников поликлиники собрал в зале директора детского горздрава Игорь Шпак. «Афишировать мероприятие для СМИ чиновник, очевидно, не планировал», сообщают врачи, которые вызвали съемочную группу на место событий. И, как объясняют медики, для этого у него есть все причины. По их словам, Горздрав планирует всех врачей широкого профиля перевести в другие больницы или сделать семейными врачами, а специалистов узкого профиля переучивать на терапевтов. Число же медиков планируют сократить. За что попали в немилость к чиновникам простые врачи, отвечает директор Одесского горздрава Игорь Шпак. «Есть закон, согласно которого финансировать больницу на первичную помощь не будет. В бюджете нет такой строки, росписи. Участковая служба не будет финансироваться». «Дело в клиентах», – перешептываются врачи. Ведь они помогают всем слоям населения, а не только толстосумам. «Каждый день я слышу, как в пятую больницу везут, извините, из определенного места жительства. А это неправильно». Врачи своих пациентов на богатых и бедных не делят, лечат всех. А подобную реформу даже их пациенты называют рейдерским захватом. «Разговоры в Одессе не бывают. Говорят, что это здание хотят забирать. К сожалению. У нас, наоборот, наш главврач, и мы все специалисты, проводим ремонт, помогают, закупили оборудование и так далее. И если это все уйдет в тар-тарары, это просто нехорошо. Целый ряд врачей останется без должности, без средств существования и так далее. И будет нехорошо». «Им больше нужен как рейдерский захват здания. Они хотят всех врачей сюда убрать на сегодняшний день. И здание просто опустошить». Здание действительно хотят забрать. В свое оправдание чиновники приводят тот факт, что до ближайшего медучреждения всего несколько километров. А безработные врачи, путаница с медкартами и огромной очереди пациентов Горздрав, очевидно, не волнует. Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания Круг.